Евгений Кузнецов остается в Америке. Клуб Вашингтон продлил контракт с челябинским хоккеистом. Тем временем в его родной клуб прибыли новые игроки и приступили к первым тренировкам. Подробности в нашем спортивном обзоре. Игроки челябинского трактора вышли из отпуска и провели свою первую тренировку. В составе и новый игрок черно-белых Павел Франсуоз. Накануне он прибыл в южноуральскую столицу. 24-летний чешский вратарь заменит Майкла Гарнета. Новый галкипер перешел с трактористом из Литвинова. В чешской экстралиге в прошлом сезоне Франсуоз был признан лучшим игроком чемпионата и самым ценным хоккеистом плей-офф. Мои родители полностью поддержали меня в моем выборе. Они знали, что это за лига, имели представление об этом. Поэтому здорово, что я заручился их поддержкой. И они планируют приехать сюда один, может быть, два раза в течение сезона. Они мои персональные болельщики. Теперь они будут болеть, конечно же, за трактор. А экс-вратарь трактора Майкл Гарнетт теперь будет играть за Слован из Братиславы. Хоккеист Евгений Кузнецов остается в Америке. С челябинским экс-форвардом подписано новое соглашение. Воспитанник челябинского хоккея проведет в Вашингтоне еще минимум два года. Кузнецов заключил с клубом новый контракт на сумму 6 миллионов долларов. Ведь прошлый сезон для Евгения оказался удачным. Он провел 80 игр в регулярном чемпионате и набрал при этом 37 очков. Добился показателя полезности плюс 10. В Челябинске на стадионе Елесиной проходит чемпионат России по легкой атлетике среди слепых. Сюда съехались более 100 сильнейших легкоатлетов из 14 регионов России. В Челябинскую область представляют 20 спортсменов. На счету южноуральских атлетов уже 15 медалей. 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Отличились челябинцы Александр Зверев, серебряный призер паралимпийских игр в Лондоне, Александр Чернов, Юлия Кротова и Анастасия Сабинина. Победители отправятся защищать честь страны на чемпионат мира в Катар и получат шанс на участие в паралимпийских играх следующим летом. Ульяна Любимова, Александр Павлов, ОТВ.